Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела поговорить на такую тему, которая оставила многих взволнованными и неравнодушными, как тема захватчиков в нашем саду. Сегодня конкретнее мы поговорим о трех растениях, которые попали к нам из американской флоры. Мы их так и назовем, американские захватчики. И первая из них – это золотарник канадский. До сих пор это растение продается в виде срезки в зимнее время и поставляется к нам на рынок голландскими цветоводами. Но это совсем не означает, что это растение можно безнаказанно сажать у себя на участке. На сегодняшний момент в Белоруссии в законе о растительном мире есть статья, которая касается выращивания потенциально опасных, так называемых инвазивных видов, в приложении которой у нас описано, такое растение как золотарник канадский. Я думаю, что в ближайшее время и в России, и в Украине также будут разработаны подобные документы, если они не действуют на сегодняшний момент. Чем опасно это растение? Когда мы его сажаем, мы совершенно не задумываемся над тем, что оно при всей своей внешней привлекательности, при том, что оно способно переносить стойко неблагоприятные условия, отлично оно зимует и ежегодно цветет красивыми желтыми соцветиями, окрашивая яркими цветами наши участки в тот момент, когда нам так не хватает цветов. Это в конце лета, в начале осени. В чем же опасность солидага или золотарника? Это растение, кроме того, что оно многолетнее, и оно способно даже при искашивании, перепарипахивании, сохранять подземные органы и на следующий год отрастать, оно очень легко размножается самосевом. Семена у него легкие, напоминают семена дуванчиков, только очень маленькие, и разносятся ветром на большие расстояния. Попадая на обнаженную почву, которой хватает на пашнях, на заброшенных участках, даже в садах, где происходит неаккуратное обкашивание, на лугах, где есть кротовины, он прорастает. Это растение отличается тем, что его не хотят поедать сельскохозяйственные животные, так что в сену его не используешь, к сожалению. Кроме того, корневые выделения солидага, доказано уже научными опытами, они препятствуют прорастанию других растений. То есть один раз попали на ваш участок, если не проводить работу по борьбе с этим растением, можно остаться среди желтого цветущего поля золотарника канадского. Поэтому будьте осторожны, старайтесь самостоятельно не заносить его на участки, и когда обнаруживаете его, уничтожайте. Мой вам совет, не стоит это растение держать как декоративное. Хватает декоративных растений, которые не отличаются таким скверным характером. Второе растение, которое также к нам пришло из американской флоры, которое мы самостоятельно также очень часто селим у себя, соблазняясь красивым видом и взрослого дерева, и внешним видом саженцев, предлагаемых на питомнике, это дуб красный. Этот дуб родом из Северной Америки. Попадая к нам на участок, он нас сперва очаровывает, поскольку он не страдает от заморозков, в отличие от нашего дуба черешчатого, растет очень быстро. Обладает красивой блестящей листвой, которая осенью окрашивается в красно-бронзовые тона, которая очень эффектно смотрится в отличие от нашего дуба. Никогда не повреждается мучнистой росой. Вот вся эта красота, она неспроста. Это коварство. Это коварство в чистом виде. Когда растение не имеет у нас ни вредителей, ни болезней, которые способны сдерживать его рост, следовательно, это растение способно захватывать наше пространство. Желуди у дуба красного созревают на второй год, в отличие от нашего дуба черешчатого. И они отличаются очень плотной, прочной семенной оболочкой. Если семена дуба черешчатого, когда созрели, упали в землю и не попали в землю, а высохли, в течение месяца-полтора они полностью теряют всхожесть. Семена дуба красного могут сохранять всхожесть даже в сухом виде до полугода. То есть птицы, которые их разносят, а разносят они их на большие расстояния, это сойки, это различные врановые птицы, белки также способны собирать и прятать желуди дуба красного. Они способствуют распространению этого вида на большие расстояния. И спустя какое-то время, после того, как у вас в саду появился плодоносящий дуб красный, все окрестные леса заполняются подростом этого вида. Ну вы скажете, что же здесь такого плохого? На самом деле это нехорошее растение. В отличие от нашего дуба, оно не имеет такой практической ценности. Да, этот дуб растет быстро, но древесина его отличается невысокими качествами. Она похожа по хозяйственной ценности на древесину тополя. То есть на спички может быть и годится, но на паркет и на мебель нет, к сожалению. Кроме того, листья этого дуба не используются при засолке огурцов. То есть только красота. Только красота в чистом виде, никакой пользы. Оправдать его появление у себя в саду практически нечем. И еще одна неприятная особенность этого растения. Лист этого дуба, он такой же плотный и тяжелый, как лист нашего дуба черешчатого. Опадая, он ложится плотным ковром, и образуется так называемый мертвоподстилочный лес. То есть земля под вот этими деревьями, она всегда лишена растительности, поскольку под ней лежат вот эти листья. Кроме того, если вы не убираете эти листья осенью, а оставляете их на зиму, листья за зиму под воздействием влаги, переменных температур, выделяют вещества, которые препятствуют росту других растений. То есть даже если вы весной убрали этот лист и ждете, что у вас там что-то будет расти, к сожалению, ничего хорошего не получится. Будет расти только гадость, ничего хорошего не вырастет, поверьте. Поэтому воздержитесь от посадки этого красивого растения, пусть оно останется под контролем где-то в ботанических садах, в каких-то парках, но у себя на участке, пожалуй, не стоит его держать. Ну и третье растение сейчас уже никто в здравом уме не сажает, но мы вынуждены бороться с тем, что этот вид деревьев высаживался очень широко озеленителями в 50-е и 60-е годы прошлого столетия. И сейчас это растение пошло победным маршем по нашей земле, и мы вынуждены с ним бороться. Что это за растение и как с ним бороться, я вам сейчас расскажу. Это растение называется клен ясенелистный. Наверняка название мало кому что-то скажет, но наверняка вы это растение видели. Особенно страдают от этого растения жители засушливых степных районов. Юг Белоруссии, Украина, черноземные полоса России. Этот вид широко использовался в лесополосах, которые были призваны задерживать в зимнюю влагу и создавать тень. Сейчас этот вид представляет серьезную опасность. В чем опасность? Это растение развивается очень быстро. От появления всходов до первого плодоношения проходит 10-12 лет. Немногие лиственные деревья способны похвастаться такой скоростью роста. Насколько быстро начинает этот вид клёна плодоносить, настолько быстро он и дряхлеет. То есть красоты тоже оно не сильно-то прибавит. И в чем еще опасность? Нет у этого клёна. Ни вредителей. Из болезней наблюдается только мучнистая роса. И то она не сильно сдерживает его рост и развитие. Если мы срубаем, то обладает прекрасной восстановительной способностью, дает дикую поросль, и при этом вся поросль развивается в нормальные полноценные стволы, которые тоже плодоносят. То есть очень сложно бороться с этим видом. Дает ужасный самосев. Если у вас за забором растет такой клён, вот у меня такая ситуация, у меня на территории промышленного предприятия, которое находится за пределами моего участка, растет такой клён, я с ним ничего не могу поделать, но периодически, каждую весну, я нахожу у себя в огороде. Мало того, что семена я убираю, потому что они ветром разносятся на большие расстояния, эти крылатки. Кроме того, появляются в тех местах, где не часто контролируешь ты ситуацию, появляются всходы. Они отличаются такой сизоватой окраской побегов. Эти всходы старайтесь удалять, как только вы их увидели. Не умиляетесь их красивой окраске, потом не будете знать, что делать. Если же вдруг вам достался участок с таким растением, либо вы проворонили тот момент, когда это дерево было небольшим, и его можно было просто выкопать лопатой, и сейчас уже такой номер не пройдет, есть хороший метод борьбы. Кстати, он подходит для большинства древесных растений, с которыми вы хотите расправиться на своем участке, без применения химии и пестицидов. Рассказываю. В первый шаг вы удаляете надземную часть этого растения, этого дерева рано весною. В тот момент, когда вы проводите обрезку, когда началось сокотвижение, то есть вы уже заканчиваете обрезку, вот в этот момент лучше всего обрезать надземную часть нежелательных деревьев, кустарников, растений. Вы срезаете. Как правило, во второй половине лета вы видите, что у вас появилась поросль. Это поросль. Ваша задача не дать ей развиться до нормальных полноценных одревесневших побегов. То есть где-то в конце июля вы удаляете под корень всю вот эту поросль. Топориком, пилочкой, секатором, как вам удобнее, срубаете вот эту поросль. Если растение очень сильное, а чаще всего такие нежелательные растения, они действительно очень сильные, поросль у нас отрастает еще раз, но поскольку она отрастает уже в августе месяце, она не успевает нормально одревеснить, и зимние морозы полностью уничтожают наше растение. Если оказалось, что зима такая странная, как в этом году в Беларуси, то весной можно еще раз повторить эту процедуру, если вдруг появились весной какие-то отрастающие побеги. Желаю вам успехов в борьбе с нежелательными гостями на вашем участке. Не приглашайте их сами в свой дом. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду рада ответить на ваши вопросы.